Привели к разрушительному наводнению на местных реках. Страшная беда. Тысячи домов подтоплены. Есть жертвы. С четверга регион живет в режиме чрезвычайной ситуации. Спасатели делают все, чтобы сохранить людей и минимизировать последствия потопа. Вчера вечером в район бедствия прибыл президент России. Репортажи Алексея Келевера и Дениса Давыдова из зоны бедствия. В Братске было полтретьего ночи, когда в местном аэропорту приземлился борт номер один. Президент сразу с самолета организовал совещание. За столом федеральные министры, руководители региона. В зоне подтопления оказались больше 10 тысяч человек. Идет эвакуация, в том числе пункты временного размещения. Их по области уже больше 40. Кто-то был в этих пунктах? Мы по-моему вчера в награде. Во всех пунктах были? Нет, не во всех. В Тулуне. В Тулуне это хорошо и молодцы, что вы там побывали. Нужно, чтобы представители губернатора МЧС побывали во всех пунктах и посмотрели, что там происходит. Люди побывали. Во всех без исключения. Президент требует действовать быстро. Ситуация чрезвычайная и медлить нельзя. Что бросается в глаза? Масштаб очень большой. По сути, само событие еще не закончилось. Подтопление продолжается. Когда вода сойдет, еще непонятно. Можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагриневая кожа. И восстановится меньше и меньше. Поэтому, считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, для своевременного восстановления транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Уровень воды больше 14 метров. Вода большая и мощнейшим потоком уносят жилые дома. Стихия не оставляет шансов. Погибших уже пятеро, двое пропали без вести. Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился. Вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступит холода. Для помощи региону правительство выделило 600 с лишним миллионов рублей из резервного фонда. Деньги уже в Иркутской области. Пострадавшие получат по 10 тысяч, семьям погибшим выплатят по миллиону рублей. Деньги, которые у нас должны быть выданы в ближайшее время, где и как люди будут получать эти деньги? Разные варианты. Значит, если там, где на карточку мы уже начали перечислять, значит, мы... У многих просто карточек нет никаких. У многих утрачены документы, ни карточек никаких нет. Вообще ничего нет. Нужно детей кормить каждый день. И самим нормально питаться. Нужно, чтобы деньги до людей дошли. До каждого конкретного человека. До каждой семьи. Надо начать выплату уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших. Продавцы взвинтили цены в магазинах. Нужно взять жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости. И не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможность наживаться на виде людей. Прошу здесь подключиться в федеральную антимонопольную службу. А если потребуется, и МВД. Роспотребнадзор должен обеспечить регион вакцинами, чтобы исключить эпидемии. Срочного восстановления требуют мосты и дороги, в том числе федеральная трасса «Сибирь». На подъездах к перекрытому участку сейчас, по нашим данным, порядка 120 единиц тяжелых машин стоят на дальних рубежах. Будем, соответственно, останавливать грузовики в тех местах, где можно, собственно, переждать, не допуская скопления техники непосредственно на подъездах к перекрытому участку. Спасатели из разных регионов направлены в область для защиты местного населения. Сегодня самолет МЧС из Москвы в Братск доставит дополнительные 30 тонн груза. На его борту надувные лодки, палатки, теплое одеяло и вакцина. МЧС ситуацию называют критической. Из-за рекордно высокого уровня воды дамбы не справляются. Максим Евгеньевич, прогноз-то какой? Значит, пик паводка прошел сегодня в 14 часов дня. На 40 сантиметров вода упала. Это положительный момент. Значит, паводка уходит уже в верховье. Прошу относиться к решению всех стоящих перед вами задач неформально, а просто работать на совесть. Пострадавших очень много. Объем работы очень большой. И именно от координации эта работа будет зависеть конечный результат. Президент назначил следующую встречу уже на среду. Обсуждать ЧАЭС будут в Москве. Денис Давыдов, Илья Баев, Кирилл Пузырный, Кирилл Аксенов, Анна Медведева и Владимир Озеров. Вести недели из Братска. Да уж, не время отдыхать, когда такое случается в стране. Наводнение в Иркутской области. Гибель 14 наших моряков в Баленцевом море. Ну и, конечно же, полемика Путина и Элтона Джона насчет пидорастов в России. С вами я, лживый Дмитрий Киселев, который, наконец-таки, вмешался в этот эфир. И сегодня у нас большой выпуск. Сразу семь, а не пять. Семь, как у нас было в последних программах. Пойдем от конца выпуска. Будут нам ягодки. Россия нам зарегулирует сбор грибов и ягод в лесу. Чиновники фактически отжимают лес у доверчивых россиян. Причем, когда я говорю лес, я подожмеваю весь лес. Кроме, разве что, может, тайги. Маслякова хотят лишить прав на бренд КВН. Дело дошло до суда. Да, что известно о гибели российских моряков на глубоководном аппарате, по данным Министерства обороны и коллег из Арктивиай. CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет Алангард. Отличная новость для обороноспособности Украины. В Кремле прокомментировали высказывания певицы Нино Катамадзе, которая из себя сделала Камикадзе. Паводок в Иркутской области. Все самое главное о случившемся. Ну и то, с чего мы начнем. Нарушают ли в России права ЛГБТ? Ну я не буду расшифровать, всем, наверное, известно. Кто такие ЛГБТ? Полемика Путина и сэра Элтона Джона. Полемика отборного УЛА с уважаемым джентльменом. Поехали. Нарушают ли в России права ЛГБТ? Полемика Путина и Элтона Джона. Тот редкий случай, когда я на стороне пидорастия. Между, которую очевидно представляет Элтон Джон. Между президентом Путиным и сэром Элтоном Джоном завязалась заочная полемика на предмет того, что нарушают или нет права геев, лесбиянок, трансгендеров и бессексуалов в России. В субботу в Осаке на пресс-конференции Большой двадцатки президент Путин заявил, что Элтон Джон неправ. В России нет проблемы с секс-меньшинствами и с их правами в нашей стране. Элтон Джон в ответ сказал, точнее написал у себя в инстаграме, что Путин лицемерная скотинка. Скотинка, это я уже от себя добавил, он написал у себя в инстаграме, Путин лицемер. Что значит, что в России нет проблем с правой ЛГБТ. Пусть Путин лучше поедет на Кавказ к Рамзану Кадырову и ему расскажет, нарушаются ли права геев у нас в стране или нет. Путин спросит, есть ли проблемы с геями в Чечне. А Рамзан на это, если такая вообще гипотетические вопросы возникнут между ними, ответит, что никаких проблем с геями нет. Потому что их дома уже давно сжены, а сами они в добровольно-принудительном порядке покинули территорию Чеченской республики. А потом пусть Путин позвонит депутату Госдумы Милонову и спросит, ну как, есть ли у него проблемы с геями или с биянками. Милонов ему сразу даст ответ, что вот-вот, а Госдура Российской Федерации приняла новый закон о запрете гей-пропаганды в школах. Теперь, если ребенок рисует радужную радугу, а мы с вами понимаем символ, чего это является, то его родителей отправят в места лишь не столь отдаленные на том основании, что их чада, или учительницу, их чада нарушила закон о пропаганде в школе. То есть, как видите, проблема НГБТ с сообществом России, а точнее его протиснение со стороны власти, стоит в полный рост большого президентского, так сказать, уяяя. Да, я одну букву специально не называю, чтобы меня никто не запикивал. Понятно, что я утрирую. Почти так оно и есть. Ладно, эти гей-парады. Но ведь и вправду по законам Российской Федерации, который напринимал Милонов и товарищи депутаты, теперь дети опасаются что-либо рисовать на уроках. И я тут здесь не шучу. Любой их рисунок теперь может восприниматься как гей-пропаганда в школах. И в результате чего менты трясут у учителей и родителей. Такие случаи уже наблюдались в Российской Федерации. Но Путин обо всем этом знает и говорит в международной общественности на пресс-конференции, что все нормально с ЛГБТшниками в России. Нет, ненормально. И дело тут не в секс-меньшинствах. Поймите, почему я их защищаю. Просто власть выбрала самых беззащитных людей для травли. Сегодня это геи с лесбиянками, а завтра это либералы. А послезавтра это все те, кто не хочет платить дань в карман чиновников. Понимаете, да, в фашистской Германии все же началось с травли евреев, а закончилось газовыми камерами для славян. Вот так же и в России сначала все начиналось с травли геев, лесбиянок и секс-меньшинств. А потом это переросло на травлю новичком своих оппонентов. Только вот Путин на гомофобной политике травит своих же не просто граждан, а своих же по национальности. Отдавая все на откуп кавказцам, а у них по отношению к секс-меньшинствам довольно жестокие порядки. Как к секс-меньшинствам, так и к полит-меньшинствам. Вспомните подброс наркотики, наркоты со стороны кадыровцев правозащитникам Чечени. Также Путин дал интервью, в котором он заявил, что либеральная идея себя и жила. Тут можно было с нашим фюрером и диктатором согласиться. Но возникает вопрос. Окей, если либеральная идея себя и жила, то получается, что лучше жучайшая, абсолютнейшая диктатура и монархия, которая процветает в России, получается нет. И вновь мы обращаемся к классикам, к сэру Уинсену Черчиллю, который сказал, демократия это фигня собачья, но это лучшее из того, что есть на планете. А демократия и либеральная идея это одно и то же. Не бывает так, что демократия без либеральной идеи. Вернее, это бывает, но называется это коммунизм. В России действительно либеральная идея себя и жила. Тут надо сказать китайский коммунизм, а не то, что было в советском. Так, ладно, не будем отвлекаться сейчас. Либеральная идея себя действительно в России и жила, потому что силовики вновь отжимают бизнес. Вот сейчас ФСБ отжимает дилерскую сеть, Рольф и бизнесмены не видят перспектив России. Но так же... Но так в мире далеко не во всех странах. Крах либерализма заключается в том, что после либералов всегда приходит консерватор, а после канцлера всегда приходит фюрер. То есть абсолютное зло. И это абсолютное зло на вершину элиты страны толкает именно демократическая либеральная модель. Это действительно непорядок. Так нельзя. Ну, вспомним либерала Ельцина и кто после него пришел. Вот он на экране, кстати говоря, справа от вас. Путин держит страну уже 20 лет, как будто памятьем отшибла, и мы не помним Брежнева и крах СССР. Потом именно из-за того, как произошло СССР, что даже самым эффектным правителям надо когда-то уходить. И лучше это делать на мажорной ноте. А иначе получится, как с Брежневым, когда просидел старичок до скончания своих лиц, пришел, как говорит мой папа потом, ну, мы пропускаем там период Черненко совсем небольшой, пришел дурак с отметинкой Горбачев и развалил СССР. Вот чтобы это не происходило, либеральная модель как раз это учитывает. Основой либеральной модели является смена власти хотя бы раз через 10 лет, как это было до недавнего времени в Китае. А у нас что получается? Путин досидит до 2024 года, может быть досидит до 2030 года, на его смену придет условный дурачок, условный Медведев, и погубит страну. Но так же нельзя. И либеральная модель, как бы она не гнобила с экономической стороны некоторые слои населения, все-таки в плане политики она оптимальна. И поэтому Элтон Джон прав. Потому что когда в Чечне даже пить тут нельзя о том, что ты гей, а иначе завежут, Вася. И когда у нас сидит в Госдуме депутат Милонов, Путин даже не имеет права заикаться о том, что у нас не прессуют геев и лесбиянок, не прессуют любые меньшинства, а не только секс меньшинства, и Элтон Джон прав. Путин лжец. Путин коварный лжец. И он это подтвердил на саммите G20 в Осоке. На прямой пресс-конференции, когда заявил, что у нас нет проблемы с протеснением этих самых пресловутых меньшинств. У нас есть проблемы во всем. И Путин их не решает, а лишь усугубляет. Да, есть проблема со стороны Элтона Джона, что очевидно, геи не могут зачать детей. Они могут их установить в некоторых странах, они могут, так сказать, воспитать, но они не могут, да, зачать. Но технологии прогресс не стоит на месте, только в обедшавой России до сих пор женщины рожают. Нет, может быть, это и хорошо, но сейчас речь не об этом, что вот-вот на пороге технология, когда уже мужику можно будет рожать. И такая технология рано или поздно появится. И что тогда будут вот такие вот люди вот с таким вот уиллом заявлять о том, что ребенок должен воспитываться только в семье родителей с двумя полами. А то, что там в генетике придумали из пробирки людей зачинать, клонировать людей, что китайцы уже это делают, мне пофиг, пофиг мне, бе-бе. А у меня средневековье в России, бе-бе. Ну, как видите, Элтон Джон прав, Путин не прав. Хотя из позиции Элтона Джона есть, что критиковать, безусловно. Но мне этому уиллу делать это. Проводки в Иркутской области из-за проливных дождей ведет режим чрезвычайной ситуации. По данным погибли... У меня написано 5 человек. Жертв больше, конечно. С 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона на большой части территории. Идут сильные дожди. В 48 населенных пунктах Иркутской области затопило 4000 домов, в которых проживает почти 10 тысяч человек. В том числе более 200 тысяч детей. Они фактически оказались без крова. Затоплена 41 школа и больница. Также затоплено 70-27 региональных дорог, одна федеральная трасса, Сибирь, Р-255. Усерд оценивается в 80 миллионов рублей. Разрушено 13 мостов, 35 водонапорных труб. Тысячи жителей остаются без света. Прогнозируется дальнейшее ухудшение обстановки. В результате паводка пострадали 517 человек. И тот, кто виноват во всем этом, примчался после саммита G20 в Иркутск устранять последствия режима чрезвычайной ситуации. Во-первых, назначил ответственного за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Им стал, нет, не министр по чрезвычайным ситуациям. Это было бы логично. Не глава Росгвардии, у которых есть военизированные формирования, которые могут в кратчайшие сроки отстроить дома для людей. А назначил он ответственного за ликвидацию последствий паводка, вы будете смеяться мутко. Для того, чтобы очевидно на этой трагедии помутить бабло из госбюджета, выделяемое на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Иркутской области. Вот как пить дать наверняка отстроят такие дома, которые будут из картона и в которых зимой будет холодно. Это как у нас в Самаре построили, кошили в проект микрорайон новый крутые ключи. Туда всех военных самарского гарнизона согнали. Ну, понятно, лейтенантов, кто не имеет своего жилья пока. И те дома протекают. Те дома протекают, в них холодно, они вообще выглядят картонной коробки. Так что все те, кто утятся в хрущевках, 150 раз подумайте, что вы, да, находитесь в тесноте, безусловно, но хотя бы в тепле. Это мы и отвлекся от темы. Если бы Путин реально хотел разобраться и с последствиями Паводка в Иркутской области, то он бы назначил человека из Министерства обороны, который был, который бы посредством стройбатов отстроил бы жилье людям. Комфортным его бы, конечно, не назовешь, но жить можно. Пусть как и в казарме, но все-таки. А он назначил, наш диктатор, наш фюрер, мутку, который за, сколько там, 800 миллионов долларов не мог, ну, не он лично, но не могли они построить 10 лет стадион в Санкт-Петербурге, и это при нормальной относительной ситуации в Санкт-Петербурге, а не в условиях режима чрезвычайной ситуации в Иркутской области. При мутку неизвестно, когда иркутчанам построят жилье, которое от них в буквальном смысле уплыло. Вот простой пример мутковских мутил в Иркутской области. Выделяют теми пострадавших 600 миллионов рублей. Хотя, я называл данные, ущерб оценивается от палатка в 800 миллионов рублей, а жителям выдают только 600 миллионов рублей. Простой вопрос. Вот этот ступор муткой и компанию, а где еще 200 миллионов рублей на строительство жилья, нового жилья для подтопленцев? Вот так вот мутят воду при помощи мутков в Иркутской области, которая сносит людям дома. Имущество, которое пострадало на потерю от имущества, которое пострадало от палатка, выделяют по 100 тысяч рублей гражданам. Но что такое имущество в области? Это кур, птицы, кролики и т.д. Своё подсобное хозяйство, то есть тем, что, то есть тем хозяйством, которым и живут люди. Вопрос, а во сколько-то со своим хозяйством оценивается домик в деревне в Сибири? Цифра будет за миллион рублей. людей, а им выдают 300 тысяч на всё, чтобы они восстановили своё подсобное хозяйство. Этих денег не хватит. Это ежу понят. Нужно больше. Я понимаю, что нет. Я понимаю, что вы нахрен на Крым истратили, что вы нахрен на универсиаду 2020 года утратили где-то нибудь там в жопосранске. Но людям же надо помогать. И надо помогать не копейками, а реальным рублём, а не улыбкой Силуанова на совещании у президента области. Ой, я чуть не сказал на президента области. В каком-то смысле действительно на президентом области. жителям, которые теперь не могут кормить из своего угорода, у которых нет своих домов, уже и де-факто они бомжи. И это более 10 тысяч человек, которым предлагают только 100 тысяч рублей. Да не нужны людям деньги. Вы отстроите в кратчайшие сроки бесплатное жильё людям. Такое жильё, что как например в 60-х годах строились. Да, оно тесное. Да, санузел совмещённый. Но всё-таки чтобы оно выдерживало такие паводки. Как тут? А у нас сколько там Мутко и компания строили стадионы? А, к ФИФе более 10 лет и один стадион кстати в Волгограде тоже в буквальном смысле почти уплыл. У меня очень большие сомнения, что Мутко справится в режимах чрезвычайной ситуации, в режиме условий ЧАЭС, справится с тем объёмом работ для населения. Ведь, ещё раз повторю, жильё нужно не абы когда в 35-м году, а к ближайшим заморозкам. И не такое, чтобы потом в нём мёрзнуть зимой. Но своруют понятно на бюджете по ликвидации чрезвычайной ситуации, это понятно. Да, Мутко не один... О, и кстати говоря, Виталий Леонидович Мутко министр строительства, он построил шикарные стадионы к чемпионату мира, но ни разу не строил ни одного жилого дома. Всё, занавес. Такой он же опыта не имеет руководить строительством жилья, именно жилья, а не гостиниц к чемпионату мира. Кого ты, Володя, назначил поймать главным по ликвидации последствий Иркутской области? Ебой! У тебя же есть министр по чрезвычайным ситуациям, ну назначь профильного министра, что ты Мутко назначаешь? Нет, я знаю, что ты Мутко назначаешь, чтобы позволить своровать. Нельзя без лойнизированных частей строить, построить дома в такие кратчайшие шелки, а ведь июль, август, сентябрь, то есть три месяца на отстройку домов более десяти тысяч человеком, более десяти тысяч людям. Мутко не справится. Это очевидно. Для меня это очевидно. В полпредсибирском округе с говорящей фамилии Сергей Миняйло, который променял совесть на бабло, заявил, что пострадавшим от паводка людям будет выделяться субсидия. То есть привожусь чиновничего и законорусский. То есть пострадавшие от паводка люди должны еще и за свой счет, пусть и со скидкой, но все-таки строить заново свои дома из-за того, что чиновники не уследили за дамбами, за двумя дамбами в Иркутской области. Раз разве это нормально? Нет. Ну, а теперь при чем тут Путин? И почему он виноват в случившемся? Он виноват, конечно, не в этой личной трагедии, а в том, что вот любой каприз природы у нас превращается в режим чрезвычайной ситуации. Если жарко, то горят леса, если холодно, то снег не чистят. Мотивирует это тем, что зима наступила, как мы помним все прекрасные мем из «Игры престолов». Зима близко, а чиновники России даже не подозревают. Неожиданно для них 1 декабря выпадает синег, где-то неожиданно летом для них затопляют дома, а где-то волной реки, которая вышла из своих берегов, сносит дома. Это не потому, что вот ударила молния и фигак пожар. Это следствие несистемной и крайне неэффективной работки всего нашего государства, что опять Путин приходится управлять в речном режиме последствиями чрезвычайного ситуации. Почему потопило две дамбы? Пока нет ответа на этот вопрос. Почему за гидросооружениями по сути никто не следил? Тоже нет ответа на этот вопрос. По крайней мере Путин его под прицелами телекамер не обнародовал. А ведь я уверен, что он знает почему. Ему же доложили. Вопрос тоже, что доложили, конечно, Верховному. Но в общем суть этой тирады была в том, что дело рук утопающих у России как бы спасения дело рук самих утопающих в России и что жители будут на свой счет восстанавливать свои дома. Хотя на это выделились 600 миллионов рублей, которые не хватит для строительства жилья более 10 тысяч человек. Но для строительства может хватит, но некачественного жилья. А куда подеваются некоторые деньги, мы с вами все прекрасно знаем. они окажутся у Дениса Мантрува, министра торговли и промышленности Российской Федерации, который каждый день живет в президентском номере гостиницы пятизвездочного отеля. Ну и мразь в Кремле прокомментировали высказывания певицы Мино Катамадзе. Вы сейчас видите эту певицу на своих экранах, которая будет использовать себя, и в этом я уверен, в роли камикадзе для всего русского народа. она 30 июня у себя в Фейсбуке написала, что поддерживает протестующих в Руси и отметила, что 22 июня для нее был самый тяжелый концерт, от которого она не могла отказаться из-за 9-летней больной девочки, которая пришла на ее концерт в Москве. Это с ее слов последний концерт в России, что ж очень грустно, что на наших глазах рвутся не только дипломатические и парламентские отношения с Грузией, но и культурные. Эти отношения просто летят в такт травы в угоду политике. Тоже этой Нино из Грузии ответил Кремль в лице Пескова. Цитата, в России любит грузинский народ, относится к нему с уважением. Ну да, конец цитаты, ну да, ну да, как будто не было призывов на Россию один у Славьева дойти наконец-таки до Тбилиси и остановить под контрольное Кремлю правительство Грузии. Мы очень ценим представителей культуры Грузии, продолжает Песков, и будем ценить дальше, добавляет он. Тут он не договорил следующее. Кремль действительно уважает, но лишь тем грузин или грузин кто с ним, то есть с Кремлем вступает в коррупционные связи. И именно поэтому Кремль не пошел на штурм в Тбилиси в августе 2008 года, а иначе процент от грузинской мафии, Кремлю бы точно не поступал. Пример? Да пожалуйста, моя любимая Тина Канделаки. Мало того, что присвоила себе в карман бабло, выделяемое Кремлем на государственный, на производство государственного спортивного канала Матч ТВ, так еще и в этом, так сказать, ТВ-сезоне мы узнали, что Тина Канделаки связана крепкой дружбой, а читай дружбой, значит, коррупционными связами с сапальным сенатором Арашуковым и его отцом, которые сейчас отвечают перед законом в тюрьме, которых судят не только за воровство, но и за убийство в их республиках, ну, откуда они родом. Да, и ведь скажешь, что Тина, да ведь и не скажешь, что Тина враждебно настроена Кремлю, или Кремль к ней относится враждебно, то есть Крем уважает только тех грузинок, которые нечисты перед законом, а те в Грузии, кто живет не по законам гор, а по европейским законам, всех Кремль ненавидит лютой ненавистью, против них он развязал войну в августе 2008 года. Но таких грузин, увы, в самой Грузии, как выясняется, только 50%, а остальные крепко грызлись в коррумпированную экономику России. Там же еще под личиной якобы уважения грузинскому народу пресс-секретарь президента оскорбил эту самую певицу Нино Катамадзе, назвав ее дурой, которая ничего не понимает в политике. Но Нино прекрасно понимает, в политике очень много, иначе бы не делала этих заявлений у себя в фейсбуке. Она, как никто понимает, все больше никакой дружбы грузинского и российского народа не будет, а будет холодная война после горячей, и вопрос в том, что либо Россия оккупирует все 100% территории Грузии, либо Грузия после ухода Путина вернет себе Южную Осетию и Абхазию, возможно, вооруженным путем, возможно, нет. Скорее будет первый вариант, чем второй. Нина прекрасно знает, что Кремль в первую очередь ментально влезает в головы грузин и грузинок, и их у себя в голове оккупирует. А потом уже и физически Песков говорит ей, что она дура и ничего не понимает в политике. Это как раз и есть ментальная оккупация в головах. И получается вот что. Эй, Нино, где твоя сулико? Где твоя дружба? За океаном с Вашингтоном, а не с рабской Московией. Вась, Вась, грузины не захотели жить в срача русского мира. И вот результат. Посмотрите на Батуми и на Крым. Я думаю, есть большая разница между этими двумя курортами, как по цене, так и по качеству сервиса. грузины восстали против Москвы, за что и поплатились Абхазии и Южной Осетии. А есть же еще план по оккупированию Аджарии у Кремля. Да, да, недаром в Вестях недели был показан сюжет, что Аджарию наполнили турки, а турки, понятно, при Ердогане союзники Москвы и местные люди там из-за этого уже якобы равнодушны к, так сказать, федеральному Тбилиси. Так что очень много было на уходящей неделе действительно показано сюжетов про то, как в Аджарии, которая является частью Грузии, плохо живут люди. А это мы с вами понимаем неспроста скоро ждите ополченцев Донбасса в гости, дорогие Аджарцы. Итоги тоже подтянутся. Я не думаю, что турки, которым со слов кремлевских пропагандистов сейчас правят Аджарией, будут поддерживать Путина во всем. Но то, что они пока действуют в лоне, в логике и в интересах Кремля и Путина совершенно очевидно. Син-Пи-Си, Син-Пи-Си, меня не Би-Си, сообщил о неспособности России сделать более шитидесяти ракет Аватгар. Пока Россия бряцала оружием в Венесуэле, на сей раз американская разведка не дремала и выяснила, что Россия не способна сделать много сверхзвуковых ракет из-за нехватки углеродного волокна с подходящими характеристиками. Россия так и не смогла найти производителя такого волокна с необходимыми характеристиками для отделания ракет. По данным Син-Би-Си и американской разведки ракеты Авангард поступят на боевое дежурство только в 2020 году, в отличие от заявления Путина о том, что ракеты Авангард уже приступили на боевое дежурство в мае 2019 года. Российские военные планируют позировать комплекс Авангард в Оренбургской области. Что ж, неспроста Оренбург вошел в топ 5 самых агрессивных городов в России, в которых любят подраться прямо на улице. Ну и как всегда бытует мнение, что ракеты Авангард из-за того, что они сферзвуковые, они неуязвимы для радаров противника. Это не так. И Пентагон уже приступил к созданию системы выявления пусков гиперзвуковых ракет России и к их возможному перехвату. Семь будет состоять из космических сенсоров, которые будут обнаруживать и отслеживать полет гиперзвуковой ракеты противника. Эти сенсоры будут располагаться на диской околоземной орбите. Также в связи с российской угрозой Пентагон разместил дополнительно новых только что со склада 20 установок противоракетной обороны на Гавайских островах для защиты от крылатых ракет лютой Московии. Наши авангарды Пентагон планирует сбивать ракетами СМ-3 Блэк-2А. Так что так что как видим российская военная неуязвимость тает на глазах когда в дело вмешиваются специалисты из Пентагона которые на оборону США имеют всего 3% от ВВП страны а не 40% как у нас потому что другой ВВП уже у нас гонят пушки вместо масел обрекая свой народ на нищету сильной армии которую все таки можно раздолбать армии США как в 91 году причем заметьте американская разведка уже знает что ракеты авангард будут размещены в Оренбургской области а наша разведка не знает где будут разместены противоракеты СМ Блэк 2 АР которые будут направлены против системы авангард тоже заметьте что глава СВР Нарышкин делает какие-то заявления он делает их после слов Лаврова либо после публикации в СМИ о подготовке терактов ИГИЛ в России то есть разведка России не обладает собственными данными и черпит из газет из газет из СМИ всю информацию и это было бы нормально если бы на дворе были 50-е и 60-е года но нет а если у вас пардон СМИ эффективнее разведки и СМИ знают больше чем некоторые разведки и разведчатцы и не хочу никого обидеть то вам должно быть боязно за страну говорю вам открыто комплексы авангард можно и нужно будет уничтожить но лишь 2024 года с появлением на дежурство сверхзвуковых американских противоракет учим это название вместе СМ Блэк 3 2 А вот так вот Владимир Владимирович скоро вас пепа имеет пиндосия пока вы будете разбираться с трансформерами и с трансгендерами и чем же все таки они отличаются друг от друга летит летит а американская ПРО эту ракету должна сбить что известно о гибели моряков на глубоководном аппарате по данным Минобороны ИСМИ 2 июня Минобороны Российской Федерации сообщило что в результате пожара на глубоководном исследовательском аппарате погибли 14 моряков больше никакой информации Минобороны нам не выдало поэтому коллеги из РТВА очень сильно для вас постарались собрав информацию о происшествии во первых этот аппарат проводил биометрические исследования это изучение рельефа подводной части местности в бассейнах в данном случае в Варенцевом море умерли моряки по официальной версии от угарного газа вследствие пожара на судне в целом команде глубоководного аппарата естества обороны РФ удалось потушить пожар ценой 14 моряков этот пожар на глубоководной подлодке возник из-за короткого замыкания проводки на борту судна российские власти по неофициальным каналам обладались за помощью директора центра ядерной безопасности Норвегии это говорит о том что глубоководный аппарат работал на атомном двигателе это объясняет почему власть не хочет говорить о случившемся ибо пожар на глубоководной атомной подводной лодке мог провести к атомному взрыву под водой на севере Европы и в этом бы точно на 100% была бы виновата Россия и тогда бы путинские пропагандисты такие как Силёв Соловьёв Зейналова которая ушла в отпуск точно бы не отмылись И тогда бы встал вопрос о том что Россия не может контролировать свои атомные силы а значит надо их взять под контроль стран Запада и в воздухе бы вновь запахло Третьей мировой войной с применением атомного оружия говорю это в 150 раз уже эта фраза всем набила скомину но так оно и есть хорошо что атомный двигатель подводной лодки из-за пожара не рванул как это случилось в своё время на Чернобыльской атомной электростанции Министерство обороны Российской Федерации отметило что атомный подводный аппарат то время как на его борту произошёл пожар находился в территориальных водах России сейчас тот аварийный атомный аппарат находится на базе ВМФ в Североморске командование ВМФ тщательно пыталось скрыть информацию о случившемся понятно чтобы уйти от ответственности в частности оно позвонило редактору портала Североморск Лайф Евгению Карпову с требованием убрать статью о чрезвычайном происшествии в Бавенцевом море на встрече Шойгу и Путина Путин заявил что погибло два героя России и семь капитанов первого ранга полковников на сухопутный манер погибшие моряки и в целом подлодка была подчинена главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны это что-то вроде сухопутного ГРУ данное ведомство осуществляет морскую и океаническую разведку рельефа местности при необходимости поднимают обломки со дна других российских аппаратов типа упавшего спутника привет Рогозину передайте там в Роскосмос или АПЛ с крылатыми ракетами ну если вдруг затопят ее погибшие моряки служили в воинской части номер 45 707 еще раз шпионы рвут запоминайте воинская часть номер 45 707 именно из нее состоит главное управление глубоководных исследований располагается воинская часть в Петродворцовом районе Петербурга в Петрографе а на это самое ВЧ как раз да я уже сказал несмотря на то что списки погибших засекреченные ну уже их рассекреченные не важно все таки в ЦРУ и в СБУ стало известно имена и фамилии некоторых погибших подводников это Андрей Воскресинский Денис Донской Николай Филин и Денис Опарин вечная им память пожар произошел не на самой глубоководной подлодке а на спускаемом аппарате АЭС-12 который называют еще плавучей станцией ну потому что она отделяется от подлодки и как станция как МКС только на глубине морского или океанического дна мониторит ситуацию это самая АЭС-12 которая вспыхнула называется Лошар 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 Лошарик ну в общем я теперь его буду называть Лошарик тут надо пояснить весь смысл разведывательно-подводных лодок они подходят к точке и как раз на таких аппаратах как АЭС-12 высаживают десант и ведут исследования эльфа в местности чуть дальше от основной подлодки подлодка на которой произошел пожар отпускается на глубину 6 метров не слушайте тупорылых пропагандистов с России 24 как типа Игоря Коротченко которые будут заявлять о том что это диверсия западных спецслужб это не так в противном случае расследованием бы гибели 14 моряков ФМФ России занялось бы ФСБ а не следователи 2 ранга и Следственного комитета России похоже реально был пожар на атомной подводной лодке АЭС-12 точнее на спускаемом ее аппарате эту самую АЭС-12 мог нести АПЛ большое большое судно типа АПЛ Аренбург или же АПЛ под Московье один из моих зрителей постоянный слушатель моих эфиров написал мне что наводнение и гибель полоток смерть наших военных и гражданских результат действия выставленной лично Путином вертикали власти которая замкнула на себе все финансовые потоки от воровства и в результате чего в России нет нормальных нет вообще метеоспутников и плавают а не ходят подлодки построенные в 80-х годах 20-го века вот мой полный разбор что известно о гибели 14 российских моряков это не цитата отборного говна у Ларри Кенга на серьезный вопрос что случилось с другой подводной лодкой Курск он шутя ответил что это говно что она утонула такими вещами не шутят и вот оно наказание свыше за 24 за 24 моряков Украины арестованных Россией в Керченском проливе путинская власть располотилась своими 14 моряками и будьте уверены это только начало ну а вообще я не склонен вот здесь прямо винить Путина хотя тут возникает вопрос наверняка эту лодку делали на которой вспыхнул пожар АС-12 не из-за огнеупорных материалов а из-за самых обычных хотя по документам естественно из огнеупорных разницу понятно своровали себе в карман чиновники от ВМФ и прикрывшись гостайной они пытаются уйти от уголовной и моральной ответственности за гибель 14 славных ребят ну не ребят уже наверное мужуков так что это безусловно расплата свыше ну так вот я не склонен винить во всем Путина хотя версия есть такая которую я вам сейчас рассказал возможно наши моряки столкнулись с тем что называется НПО это НЛО под водой и праздеванные пришельцы атаковали нашу подводную лодку вполне может быть и такое Маслюкова хотят лишить прав на бренд КВН дело дошло до суда Круппа 7 заявляет что известность бренда КВН никак не связана с Масляковым и она и они уже подлили в суд по интеллектуальным правам в качестве обвинительного иска группа 7 называет то в качестве обоснования иска группа 7 называет то что авиатура КВН это название оригинальной книги аж 1965 года и сценария игры КВН которая впервые вышла в эфир в 1961 году соавторы этих двух произведений Михаил Яковлев Альберт Аксельрот и Сергей Муратов естественно полагают что обозначение авиатура КВН приобрало известность задолго до того как московская компания АМИК Маслякова приобрела право на бренд КВН она это сделала в 2010 году АМИК в свою очередь заявляют что известность бренду КВН принесли в первую очередь не книги Яковлева и компании а передача к а сама передача КВН созданные компанией АМИК и как это ни странно и несмотря на то что действительно возвращение КВН на экранах страны в 1986 году это заслуга Маслякова и его компании АМИК когда тогда естественно называлось творческое объединение АМИК я все-таки на стороне группы 7 ибо сейчас в 2019 году уже люди плюются от КВН ибо понимают что теперь репризы команд нужны только для того чтобы старательно вылизать задницу жюри и лично Маслякову и не для того чтобы рассмешить народ одна ситуация с Максимом Галкиным чего стоит его выкинули и жюри КВН на том основании что он был слишком строг и ставил не те оценки которые нужны были командам чтобы АМИК и компания продолжала наживаться на прямой финансовой поддержке из бюджетов областей губернаторами этих областей своих команд в КВН Я много раз говорил КВНщикам что КВН это не клуб веселых и находчивых а чемпионационные по юмору и жестокое жесткое жюри нужно и необходимо должно быть только один победитель высшей лиги а не два не три и не пять потому что люди смотрят не ради шуток КВН а ради того чтобы узнать какая из команд прошла дальше и кто победил в финале а если финал по решению жюри выигрывают три-четыре команды извините это не КВН это фарс Маслюкова и компания они на это обижаются и говорят иди-ка лучше смотри Камеди Клаб не понимают что именно сейчас Камеди Клаб и есть тот самый КВН с острыми политическими шутками сейчас Камеди Клаб это давно уже не тот Камеди Клаб где шутят в основном вокруг слова пенис да такие номера еще есть но в целом уровень юмора Камеди приятно возрос несколько раз и стал не то чтобы не пошлым а скорее в нем действительно появились политические шутки то чего сейчас КВН не может себе при Маслюкове позволить один чего номер Халамова у Путина которого играет блистательный Дмитрий Грачев чего стоит посмотрите обязательно когда Дмитрий Грачев в образе Путина поворачивается на слова Гарика Харламова а вы знаете там в Украине и после этого жутчайшая дичайшая театральная что самое важное мхатовская пауза и смешно и как будто ловишь себя на мысли что находишься не на камень не на этом пошлом камень диклабе а действительно в театре и в свободной России а современных КВН даже в однажды в России не возьмут слишком убоги и невзрачны слишком много лежат задницу начальству да что говорить человек из того самого КВН в начале 2000-х сейчас ни много ни мало стал президентом одной очень незалежной страны и продолжает смешить народ то есть Масляков сам виноват что уровень и остроты в КВН сейчас в 2019 чуть не сказал в 2020 году опустились даже ниже пресловутого comedy club и дело тут не в правах на КВН а в заигрывании современного КВН перед властью будь то губернатор если это региональная лига будь то президент если это высшая лига я уже молчу про то что современные команды КВН сами не пишут шутки за них это делает редколлегия редакционных коллегий авторов ну и какое же тогда это соревнование один фальш и люди это чувствуют фальш фарш привет передаю уральским пельменям Екатеринбург и не смотрят сейчас КВН надеюсь группа семи выиграет иски в суде и займется производством аналогичной передачи где будут пресловутые политические шутки да чтоб такие чтоб не лизали задницы начальству с Путиным во главе а подчеркивали их некомпетентность а если такого не будет то грош цена и этой самой группе семей как и всему КВН сейчас опять это приберлось там это не обращайте внимания это просто у меня пришли будут нам ягодки россиянам зарегулируют сбор грибов в лесу ментелькоз возьмет под свой контроль сбор и оборот грибов и ягод из леса теперь проверяющие органы будут тлести бабуля которые стоят возле трассы и торгуют ягодами на предмет того есть ли у них разрешение торговать или нет но вы знаете всегда можно пойти дальше у чиновников России можно попросту запретить людям ходить по лесу не запретить скорее всего а сделать лес платным для входа такие инициативы на полном серьезе обсуждаются в правительстве России здесь не идет в данном случае про бескрайние просторы тайги речь которую сложно контролировать а про мелкие леса или как их называют лесополосы которых становится все меньше и меньше из-за грубой вырубки леса и из-за пожаров ясное дело что чиновникам надо заниматься не только выдачей лицензий за взятки для черных лесорубов но и иметь другой доход от леса а иначе не будет никакого леса в ближайшем будущем в России посмотрите уже сейчас почти на каждой лесополосе около въезда стоит шлагбаум официально это для того чтобы туристы не разжигали костры в лесу и не устраивали там пожары так то оно так но уже готова инфраструктура для именно чтобы есть платного въезда в леса России и речь не идет не про какие-то специальные заповедники а про самые обычные леса вот и получается что лес вроде бы общий но де факто он уже давно приватизирован и принадлежит как выясняется министерству сельского хозяйства России и их чиновникам удивительно что не Минприроды не Министерство природных ресурсов вкупе посевместного введения платных пляжей около рек и водоемов в России у доверчивых россиян даже можно их назвать тупоголовых россиян которые голосовали в 2018 году за Путина а в 2016 году за единую Россию отбирают самое ценное природу леса озера и реки да да их так сказать приватизирует и делает это не какая-нибудь частная контора какого-нибудь олигарха а наше с вами ёб государство нужно создать вот цитата работников ментельхоза по этому поводу нужно создать более заметные рычаги влияния на группы лиц которые занимаются сбором ягод и грибов в лесу а потом придают их без уплаты налогов о я прям как и вижу подходит какой-нибудь лес надзор к бабке и говорит ага бабка что ты не уплатила налог за пользование лесом а бабка ответила милок милок но ведь на грибы и ягоды я живу я проживаю пенсии не хватает а чиновники россии все равно сказали да плати старая ять за пользование нашего не твоего а нашего чиновничего леса в россии по сути чиновники минсельхоза отжали у россиян лес а скоро ведут налог на пользование рек водоемов и т.д. и так далее такое уже такие попытки уже были и тогда бабки обратились к путину но сейчас другие условия и из-за санкций чиновники вынуждены вводить все новые новые поборы для россиян чтобы чтобы поддерживать свой высокий уровень жизни их высокий уровень жизни то есть лес точнее нахождение в лесу для обычного россиянина скоро станет платным удовольствием а находятся они либо с целью охоты либо с целью собирания грибов и ягод скорее первое чем второе потому что чтобы охотиться в лесу нужно еще получить ружье лицензию на охоту и т.д. и т.п. а чиновники уже знают ага значит чтобы охотиться есть лицензия а чтобы собирать грибы и ягод и жить своим подсобным хозяйством то что тебе дает природа твоя родина так нельзя для простых людей все нужно поставить в законные русла русла чтобы иметь денежку от того чтобы от того что россияне бредут по лесу собирают грибы и ягоды потому что на пенсии и зарплаты им не проживешь под крики ура в 2014 году аннексировали Крым а сейчас аннексируют леса и вот платы за собирание грибов и ягод подчеркну не в заповедниках а в обычных лесах я кстати говоря в лесу не был лет 10 и 15 хочется что называется но ель колется теперь это может стать не бесплатным для меня удовольствием спасибо министерству сельского хозяйства за такую инициативу скажу я им лично когда буду их реинвстрировать закидывая этих чиновников от минсельхоза в мусорный бак и вы также должны поступать все с федеральными новостями все сейчас еще посмотрим сколько у нас есть времени возможно будут вести так сказать региональные ну час 15 я думаю что можно вполне значит в Самаре в Самаре повысился проезд на маршрутках теперь стоит он 35 рублей все плюются мэр подстилка единой россии лапушкина даже обратилась федеральную антимонопольную службу но а в других областях проезд стоит дешевле да это я уже говорил опять прорвало трубу я не помню на какой улице в Самаре но опять прорвало трубу результате мой район где я живу он остался без горячей воды где-то примерно на месяц 1-2 а одна мразь из прокуратуры Самарской области на одного товарища завела административное дело по той самой пресловутой статье оскорбления власти за что же за то что он просто прослушал у себя вконтакте музыку а один мудак из прокуратуры сочтел это экстремизмом хотя действительно в песне содержались некоторые экстремистские слова отрицать не буду но она не заблокирована была клип на эту песню не русском позором и не другими ведомствами а человека оштрафовали ну и в целом погода у нас хорошая стоит плюс 25 солнечно но пока еще не время отправляться в отпуск всего лишь навсего говорю я вам до свидания нет подождите еще не говорю вам до свидания у нас есть еще парочку троечку минут на эфир поговорим тогда вновь вернемся к повестке насчет федеральной повестке значит вот вчера пришла новость Матвиенко и Совет Федерации хочет запретить детям гаджеты ну телефоны на уроках с первого в школах с первого сентября этого года с одной стороны это правильная инициатива потому что дети чаще на уроках не слушают учителя не записывают задания не решают их а смотрят на телефоне всякий ютубный трэш но с другой стороны это для того чтобы ученики не смогли снимать на камеру произволы составные учителей заучей и директоров школ так что вот такая вот инициатива да и непонятно то есть запретят телефоны в школах что нельзя что будут в каждой школе стоять какие-нибудь специальные рамки которые там будут учеников высвечивать просвечивать их до костей там или же ученики будут сдавать телефоны по типу курток в специально отведенные места типа гардероба какого-нибудь у кого они будут храняться телефоны во время уроков вообще нельзя будет на уроках пользоваться телефоном или на переменках можно будет в школах а если там допустим это не в школах если допустим это экскурсия куда-нибудь тогда можно ли ученикам пользоваться телефоном или нет а случись что кто будет звонить учителя родителей как это было в советское время роди учителя заучи родителям как это было в советское время или кто Вопрос этот пока еще спорный, но уже понятно одно. Пока дети в американских школах будут изучать программирование, наши дети гусином пером будут выводить буквы. Чувствуйте, где уровень, а где средневековье. Залезся дань! Вот теперь это все, что я хотел с вами обсудить. О нет, у нас еще есть время, отлично, у нас еще есть время. Так, вот он, вы можете пока любоваться на пропагандиста Киселева. Вот он, во всей пропагандистской красе распинает Запад. Какая красота, какая милота. Ну а вот теперь же наконец-таки все. Да, долгие прощания. Теперь наконец-таки все. Пока-пока, удачи, обязательно искупайтесь в реках России. Пока.